Всем привет, друзья! С вами Маркович, и мы продолжаем играть в игру под названием 7 Days to Die. Сегодня я бы хотел с вами немножко попутешествовать. Мы сядем на мопед и поездим в сторону того города, который с вами издалека виделись, тех гор. Возможно, будут какие-то интересные здания, которые мы с вами зайдем и полутаем обязательно, но, может быть, проедемся еще чуть дальше и посмотрим, что есть вообще в окрестностях, потому что, конечно, лутаться в ближайшем городе — это хорошо. В принципе, да, заниматься огородом, крафтом и стройкой, но и попутешествовать тоже, я думаю, нужно. Ну и заодно с вами, может быть, мясо по пути наберем, там попадутся какие-нибудь кабанчики, олени с вами. Это будет тоже неплохо. То у нас мясо, кстати говоря, уже заканчивается опять, вернее, уже закончилось, и даже наши вкусняшки-бекончики с жареными яйцами, да, уже тоже кончаются, поэтому неплохо бы затариться едой. Ну, я, как всегда, немножечко позанимался огородом, за кадром собрал, сейчас все посажу обратно, и мы с вами отправимся. И также за кадром я начал подготавливать почву для нашей будущей стройки. И я разметил здесь территорию, таким вот образом. Конечно, небольшой перепад высоты тут есть, но он буквально максимум 2 кубика. Вот в том конце 2 кубика. Различался, чем здесь. Здесь, в принципе, это все один уровень идет. Ну, то есть, вот, в принципе, если мы здесь ставим, да... Господи, что я поставил? Не то, что нужно. Вот, он как бы выравнивается, это все нормально, это один и тот же уровень идет. Здесь пришлось немножко вскопать, конечно. И еще остается вот эта часть, которую я еще пока не успел вскопать. Тоже мы ее вскопаем обязательно. Тут еще и верхний слой, второй был. Снял его тоже. Вот с этой стороны вот так получилось. Тоже все это вскопаем. И будет ровная площадка у нас такая, на которой мы, собственно, с вами будем начинать потом строительство нашей базы. Подумаем мы с вами обязательно, конечно же, вместе, как лучше, что лучше строить. Либо базу, которая у нас будет, ну, здесь располагаться, допустим, в центре, да, и идти. Просто постройка вверх, и тут уже защитные сооружения в округе будем стоять. Либо будем все это раскапывать вниз. Так, я уберу это. О, господи, я еще не то убрал, и напоролся замечательно. Либо же мы с вами уберем... Ну, вернее, не уберем, а раскопаем это все вниз. И там будем уже внизу что-то думать, строить и так далее. Посмотрим. Так, здесь явно что-то лишнее. Да, это я просто разграничивал, где у нас уровень шел одинаковый, чтобы видно сразу было, где нужно копать, где не нужно копать. Вот таким вот образом. И, кстати говоря, ночью, пока я тоже тут ковырялся, все, бегал с фонарем от зомбарей. Тут и паровозик, конечно же, сразу пошел, понятное дело, на меня. Ну, вроде справился. Вот. И ночью тут шел снег. Да, это выглядело, на самом деле, очень завораживающе. То есть, видимо, тут температура настолько опускается вниз ночью, что идет не дождь, а снег. И тут становится прям все белым-бело, как прям в снежном биоме. То есть, я еще такое сначала не понял, думаю, что такое, что вообще стало с почвой. Вокруг какой-то куча снега. И потом, потом, когда снег проходит, он тает. Это прям потихонечку все, такой слой снега опускается, и становится опять земля. Очень удивительно смотрится, на самом деле. Жаль, не заснял. Ну, я думаю, мы с вами еще не раз это увидим. Так, что нам сейчас остается с вами сделать? Я хотел... Ну, деревья уже посадил. Грибы, конечно же, еще не выросли. Нам с вами нужно, конечно, больше картошки сейчас сажать. Давайте семена сделаем. Так, кофе, юки у нас дофигища, не знаю. Даже, может быть, в этот раз не будем сажать. Нам нужно 30... 30 кукурузин, да, посадить. Давайте это оставим себе. Давайте, знаете, как сейчас вообще сделаем? Пойдемте в дом лучше. Пойдемте в дом, сбегаем. Посмотрим, что у нас там по ящикам есть вообще с продовольствием. Что нам лучше сажать, что нам лучше не сажать. Лучше, конечно, грибы, но грибов, как видите. Так, это нам все неинтересно. У нас, кстати говоря, вот черники много, это хорошо. Надо сразу тоже 30, я думаю, сделать ее. Семян, да, посадить 30-очку. Было бы неплохо. Так, это тоже посадим. Сейчас семена сделаются. У нас здесь есть очень много. Мы даже с вами все равно... Ну, сделаем семена, ладно, сделаем. Но посмотрим, будем ли их все сажать, либо не будем, не знаю еще. Так, ну, из этого по-любому нужно семена делать. Маловато для чая. 10 штук всего. Надо увеличивать потихонечку количество, да. 30 есть у нас кофе. Но я думаю, что мы с вами тоже сделаем из них пока что семена. Да, надо бы, конечно, на самом деле грядок еще сделать. Вот я подумал, что нужно больше грядок сделать, чтобы все по 30 посадить сразу. И было бы замечательно, чудесно. Всего бы хватало тогда нам. Даже те же самые юки, хоть их и много, но... Так или иначе, неплохо было бы их тоже посадить. Но пускай растут. Пускай растут, я думаю, да. Так, иди сюда, иди сюда. Это сюда. Все, это сюда. Так, а вот это можно уже, на самом деле, пустить в еду, так скажем, да. Так, у нас с тобой три хлебушка еще есть. Все, это мы все с вами сейчас посадить должны будем. 30 того, 30 того, 30 того. Жалко, что картошки маловые, как мало картошки. Но потихоньку, потихоньку, конечно, будет, так скажем, популяция увеличиваться, да. Никуда она от нас не денется. Так, это сюда давайте сразу. Это, наверное, все-таки в еду пока. Тоже в еду надо. Муки можно будет наделать, да. Это тоже в еду. Черничные пироги с вами сможем сделать. Это вообще замечательно. Хорошо, так, сейчас убегаем. Конечно, надо побыстрее бы все это дело сделать. Уже почти 9 утра у нас, чтобы как можно больше, да, проехаться и посмотреть, что там есть. Так, у нас есть раз, два, три. Три, почти четыре целых грядки. Я думаю, у нас все-таки здесь еще будут грядки, да, располагаться. Вот тоже, видите, почва таким образом. Получается, что как-то уровень вроде идет, но он несколько ниже. А здесь на уровне нормально, в принципе. Надо будет грядок еще пару штук все равно сделать, но в любом случае, да, как минимум пока что. Так, давайте вот здесь еще грядочку и там тоже сделаем, чтобы можно было все по-нормальному посадить. Сейчас, конечно, траву нужно будет это убрать и выкосить. Так, ну ладно, сейчас я тогда выкашу траву, сделаю грядки, засадим и уже отправимся путешествовать. Дерево, кстати говоря, тоже неплохо так получилось. Дерево, которые у нас на грядках росли. Ну, конечно, не все, но все равно нормально я опять засадил, так что с этим у нас теперь точно проблем не будет никогда. Вообще, и это все замечательно. Все, закончили мы с вами с огородом. Наконец-таки, засадили, пускай растет все тогда. Так, ну, я думаю, мы ничего кладать не будем. В принципе, у нас все есть, все, что нужно. Да и место есть. Надо посмотреть, сколько там у нас бензина. Что с бензином вообще, да? Вот, наверное, бензин надо дом за эти будет взять. Хотя чуть-чуть есть. Так, давайте-ка заполним. Я все-таки возьму на всякий случай, потому что, знаете, лучше пускай еще тысяча этих самых банок с бензином у нас, канистр, да, будет в инвентаре, чем потом где-нибудь там будем пыхтеть с вами искать бензин и разбирать машины. Так, ну, тысячу возьмем еще. Я думаю, столько нам хватит. Так, надо, конечно, дверьку закрыть. Тут, знаете, опять, как в прошлый раз приедем с вами, тут все разобрано. О, господи, ты боже мой, что ж такое? Что с моими першками? Так, разучился прыгать, видимо, давай. Оп, починим. Ну, себя мы молотком, конечно, не починим, но вроде бы у нас с нами более-менее все нормально пока что. Так, все, бежим тогда. И отправляемся, в принципе, в путешествие. Стрела есть? Стрела есть, нож есть. Все отлично, все, что нужно нам, в принципе, вроде бы имеется при себе. Поэтому, думаю, можно отправляться. Я, как сказал, уже поедем в ту сторону. Сейчас надо на дорогу выехать. Посмотреть, докуда она вообще ведет. Такое впечатление, как будто она где-то тут прерывается недалеко от нас. Ну, посмотрим. Видно уже будет. А, ну да, в общем-то, вот она и заканчивается. Тут сразу же всякие зомбари у нас полезли, да? Ну, ладно, нам сейчас пока все неинтересно. Около них останавливаться даже не будем. Просто поедем дальше. Нам интересно что сейчас? Нам интересно животные, конечно же, чтобы добыть мясо, да? Вот, кстати говоря, биом. Биом, который очень любят животные. Причем всякие разные. Хорошие, не очень хорошие. И опасные, не очень, да? Ну, надеюсь, что мы встретим не опасных, которые нам дадут мясо. Ладно, я на этих не буду уже пока останавливаться на... Как его? На гнездах. Гнезд, в принципе, везде хватает. Да и у нас и дома, по-моему, этих... И перьев, и достаточно, поэтому... Сильно тормозить на них не будем. Там я вижу снежный биом, кстати говоря. Можно до него доехать. Ну, как бы мы в любом случае в ту сторону едем. И даже, получается, через него поедем, да? Интересно, в нем что-нибудь есть? Мне кажется, что ничего такого нет. В нем там деревья сразу, снежные сосны. Там, наверное, дядьки эти лесорубы злые ходят, да? Ну, куда уж без них. Куда уж без них. По-любому они там ходят. Что-то, правда, как-то с живностью дуговато. Серьезно, слушайте. Ну, дядька лесоруб зато есть. Ну, с тебя, дядька лесоруб, мясо не поимеешь. Поэтому ты нам не интересен особо. Нам интересен тот город, в который мы едем сейчас. Ну, и, так сказать, близлежащие окрестности. Или, может быть, не очень близко расположенные к нам. Ну, и подальше тоже, да? В любом случае, посмотрим. Кстати, я что вспомнил-то? Нам надо бы, знаете, что еще насобирать? Я просто про кактусы увидел. И сразу меня это самое осенило, так сказать. Нам надо с вами алоэ насобирать хотя бы немножко, да? И засадить в грядку целое алоэ, чтобы они у нас росли. Это у нас, кстати говоря, нифига их нет толком. Блин, тут не пустыня. Тут они вроде не растут. Тут алоэ вроде не растет. Жаль, жаль. Так, там уже зачуяли туда куда-то в снежную. Давайте в город заедем, посмотрим, что за город. Какие здания тут есть. Что, в общем, из себя представляет, да? Возможно, что-нибудь здесь. Так, ну вот какой-то огромный... Ну, это просто какое-то, видимо, здание, да? Так, свалка. Огород чей-то. Ну, ладно, у нас есть свой замечательный огород. Так, вот, кстати говоря, вот в это здание можно зайти. Это ж... Это ж... Или нет? Стойте. Ну, ладно. Сейчас посмотрим. Давайте прокатимся уж тогда. Ай-яй-яй. Так вот, так вот у машины врезаться. А, это змея шипит, я думаю, что за хрень. У машины врезаться не надо так сильно. И застревать здесь. Так. О, господи. О! Это типа это, что ли? Какую? Аптека. Или что-то типа того. Так, здесь что у нас такое? Театр есть. Интересно, интересно. Так. Ух ты, что-то такое за кучица. Это разрушенное здание какое-то. Здесь машин, слушайте, вот с машинами здесь проблем вообще нет. Бочки стоят, можно бочек набрать. Интересно. Мне довольно интересный город, конечно, в плане того, что есть здание, в которое можно зайти и посмотреть. Ну да, это просто какая-то куча, видимо, остатки от здания какого-то, которое было разрушено, да, здесь. Ладно. Так. Working Steve Tools. Кстати говоря, вот здесь может быть что-то интересное для нас. Там столько стеллажей, слушайте. Может зайти. Ладно, давайте уж, раз мы сегодня собрались путешествовать, особо сильно пока тормозить не будем. Но если уж прям что-то вообще такое прям супер-супер будет, то, конечно, посмотрим. Но пока я хочу прокатиться. Так, ну я думаю, мы выедем туда на эту дорогу, в принципе, да? О, олень. Олешек, здравствуй. Олень, мы по твоей души приехали. Тебе сейчас не повезло, что ты нам попался. Мы просто очень голодные, и у нас мяса мало. А ты как раз такой стоишь красивый тут. Травку жуешь. О, да ты не сдох, серьезно, он не сдох? Как так? О, со второй стилем только давно быть не может. Ты что, говнюк, тут делаешь? Ты что это, откуда ты пришел за нами? Ты всю дорогу, что ли, распалил? Понятно. Блин, с этим луком как-то непривычно. Капец, стрелять, конечно. Но стреляет он весьма неплохо, если попасть с него. Так, дядька, что там у тебя? Кубок? Давай. Мы заслужили, я считаю, кубок. Спасибо тебе большое. Так, ну-ка, шину. Колеса в смысле? Понятно, минус. Так, оленит. А, как бы вот и дорога-то кончилась, да? Слушайте, а этот город, капец, он огромный такой, что ли? Смотрите, он прям туда куда-то уходит за кретосом. Там какие-то дома стоят. Ладно, сейчас прокатимся, посмотрим туда тогда, я думаю. Раз здесь ничего нету. Так, мы перегреваемся. Нам говорят, что мы, типа, перегреваемся. А, ну. Ёшки-матрёшки, а мы с вами понча-то не взяли, да? Понча-то и не взяли мы с вами. И мы, капец, как перегреваемся. Так, ну что, нужно раздеваться, что ли? Так. Всё равно перегреваемся. Ботинки всё снять. О, бог ты мой. Слушайте, нет. Так не пойдёт, надо нам с вами заехать. За понча, иначе мы с вами в этом биоме сжаримся. Ну, а голыми тоже такое себе кататься, знаете. Да-да-да, чувак, я знаю, что тебе жарко. Ладно, сейчас тогда домой, мы, благо, не сильно далеко отъехали. Но опять это буквально две секундочки. И тогда двинем в ту сторону, потом посмотрим, что там есть. Вот удивительно, да? Мы с вами едем голые, короче говоря. Но при этом у нас перегрев еле-еле уменьшается. Прям жесть странная. Как-то, мне кажется, мы здесь должны были просто за секундочку замёрзнуть. Так-то снега, все дела. Но нет, видимо. Ну ладно. Так, ну что ж, мы добрались обратно до города до этого. Я вижу там какое-то озеро большое, кстати говоря, ещё. Давайте прямо, может быть, вот так проедем напрямик. До озера там какие-то дома стоят. Ох, ты говоришь, кладбище. Кладбище можно посмотреть. Кладбище можно посмотреть, полутать. Что здесь, мало ли, что-то интересное, да? Нам могут быть какие-то рецептики. Давайте посмотрим. Господи, откуда ты взялся-то? Друг, тебя ж не было здесь. Ну ладно, иди сюда. Так, им сейчас надо будет приодеться. Я пончатый с собой взял. В принципе, поэтому сейчас... Да помри, пожалуйста, спасибо. Так, пончатый я, в общем-то, взял. Так, а тут есть кто-то? По-любому кто-то есть. Что, нет никого? Да, ну быть не может. Мне не нравятся эти пролаги, потому что по-любому сейчас здесь кто-то появится. Унезапно, наверное. Так, а мы писываем, хотя у нас вода-то есть. Ну, пять баночек есть, нормально. Я думаю, хватит нам с вами. Так, давайте, я думаю, наде... Нет. Надеть, пожалуйста. Давай, чпонька. Чпонька, чпонька, чпонька. Вот так сделаем. Перегреваемся, слушайте, даже с пончо. Жесть. Ладно, рубашку снимем. Все равно перегреваемся, серьезно? Что за дичь? Минус 20 от пончо не хватает, серьезно? Ой, беда, печаль. Так, сколько нам штаны дают? Плюс 2 всего лишь. Так, надо все, короче, поснимать. Просто чисто пончо надеть, да? Во. Тогда пошел в мин. Отлично. Ладно. Хорошо, давайте так здесь собрались. Давайте посмотрим, что у нас тут есть в гробиках. Да, понятно. Видимо, здесь ничего интересного не ждет нас, да? К сожалению. Ладно. Так. Совсем, прям совсем ничего. То есть, даже никакой ерунды нам там не дают. Отлично. Прелестно. Ну, ладно. О. Так, это мы изучали, заберем и денежка. Ну, вот. Что-то уже хоть нашли. Хоть, знаете, к этому торгашу скататься, да торговлю прокачать немножко. Так. Краски. 130 тут, кстати говоря, неплохо. Еще краски. Во. Слушай, можно будет дом покрасить потом. Ну, базу вернее, да, когда отстроимся. Так. Тут ничего нет. То есть, здесь что у нас? Давай, ну, хоть красок дайте, что ли. Ну, какую-то ерунду дали, которую можно разобрать будет на этим, на металл. Ладно, двигаемся дальше тогда. Сейчас в сторону озера проедемся с вами, к тому домику. Посмотрим, что там есть. Так. Надо не забыть, что нам нужно алоэ. Вдруг тут совсем пустыня станет где-то, да? Где-то совсем пустыня будет. И там будет алоэ расти. Но я пока, честно говоря, совсем-то пустыни не вижу. Что-то, в основном, такое биом преобладает. Везде прищем. Так, там тоже вроде ничего такого интересного нет, да? Какие-то горы, холмы одни пошли. Домик довольно-таки просторный такой. Длинный, я бы сказал, да? Можно, конечно, зайти. У него тут дорога тоже. А, ну, это, видимо, как часть города. Это, видимо, как часть города. Типа такой, знаете, дом на отшибе стоит просто и все. Окраина. Так, там снег, серьезно? Чуть-чуть снега прям. Действительно, чуть-чуть. Так, ладно, я думаю, мы двинемся все-таки по дороге. Вот там дорогу, я вижу, вроде как. Двинемся к ней. Но вот это, вообще, конечно, забавно. То есть, идет такой биом, потом оп, такой просто часть-часть города в снегу. Забавно, забавно, забавно. Так, здравствуйте, мистер олень. Здравствуйте. Нас кто-то спалил. Зараза какая-то спалила. Кто спалил где? Ух, твой уж налево. Гребаный дровосек, а? Ты не дал мне убить оленя. Я не тебя пришел убивать, а оленя. Но придется, видимо, и тебя убить. Но тебя не так просто взять. Ну вот, олень, куда ты бежишь? Сейчас он нас испугается. Олень, стой, 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 стой на месте. Не сдох. О, да какого черта? Почему с этого лука он не убивается? О, неплохо. Ура! Ура, товарищи, ура! Мы нашли с вами нейлган целенький. Целехенький, прям вообще замечательно. Так, олень, я не понял. Ты какого-то хрена... Я тебя, по-моему, с простого лука убивал. Ну что, не убить тебя никак, что ли? Блин, надо отсюда убираться. Надо отсюда убираться скорее. Куда делся? Вон олень стоит. Жопа. Не бегай ты от нас. Сейчас так хрен... Ладно. Надо мотоцикл свой, мопед не бросать. Поближе, может быть, подъедем. Так, а если мы попробуем с этого... Что за звуки? Что за, блин, звуки странные. Я слышу. А, это ты кряхтишь тут так. Я понял тебя. Дорога тоже очень странная получилась с какой-то землей. Давай вот. Слушайте, с обычного лука действительно как-то приятнее стрелять. Ну, попривычнее, что ли, даже не знаю. Может быть, не такой мощный, конечно, но... Не загораживает, знаете, полэкрана всякой хренью. Господи. Ну, куда ж ты? Вот гад, слушайте. Он прям... Он нас троллит, мне кажется. Стоять! Стой на месте. Это ты гад, что ли, какой-то? Попал, не попал, нет? Я никак не понял. Звук был, как будто бы попал. Да, да. Вот он прилег. Прилег отдохнуть. Здравствуй, оленчик. Мы тебя разберем на запчасти. Он, это, кстати говоря, будет ножик получше скрафтить. Этот, охотничий. Чтоб мяско больше падало. 14 мяса уже набрали, отлично. Отлично, отлично, отлично. Да мы потом вкусняшек себе наделаем. Так, ладно, мы сейчас покатимся туда по дороге. Посмотрим, что там есть. Ну, тут идут довольно ровные площади тоже. На самом деле, блин, тут глаз радуется. Действительно, даже как-то приятнее смотреть, когда, знаете, не гора на горе. Ну, хотя вдалеке вот тоже холмы есть, но это такое, это нормально. Это нормально, адекватные холмы и горы, да, а не то, что раньше было. Так, там, кажется, еще один город впереди. Кажется, один город, но непонятно, какой биом. Очень похоже на выжженный, если честно. Очень прям похоже на выжженный. Если выжженный, то мы там прямо даже, я вот там, кажется, торгаша вижу. Или что-то там еще есть, или там еще один город. Так, а здесь случайно не пустыня? Вроде как нет, но непонятно, какой-то вот кусочек, да, небольшой, как будто бы пустынный, малюсенький совсем. Или так кажется? Там, да, там вроде как выжженный биом. Там дальше снега идут. Интересно. Так, вот давайте, наверное, все-таки туда срулим с вами, потому что выжженный биом, я не хочу соваться, там собак, куча, да и всякой ерунды. Нам совершенно не нужно, да, атмосфера там гнетущая, сами понимаете. Так, ладно, поехали сюда тогда. Мы сейчас с вами посмотрим. Оу, так вот, главное в воду не улететь. Там все тоже похоже на выжженные целые горы. Так, тут домик. Ну, конечно, все равно присутствует такая генерация подобного плана, но она, знаете, не так хотя бы... Тише, 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 что-то какие-то... Господи, про лаги, я уже думал, сейчас игра вылетит. Присутствует, но она не так глаза бросается. Зайчик бегает. Ну, там, по крайней мере, торгаш... Господи, боже мой, дерево. Там, по крайней мере, торгаш точно есть, и дальше мы с вами уже увидим, если там что-то еще интересное будет. Боже мой, кактус, обещай, что что-то у него перси-то. Мм, кстати говоря, лагерь какой-то. Так, вот военный, что ли? Военный, походу, лагерь. Хорошо, давайте зайдем. Так, только я надеюсь... Ну, он вроде небольшой, чтобы тут мины были, да? Нам нужно быть все равно настороже, конечно. Не, мин тут точно вроде как нету. Хе, сейчас бабах. Вот это будет капец, на самом деле. Это будет капец, потому что переться сюда, это жесть. Пешком потом. Я не знаю, я бы, наверное, даже бросил свой этот, как вот свой мопед, потому что у нас так не очень, ну... Так, я там вижу, дядька лежит. Ну да, сейчас так не попадешь. Кто-то где-то кряхтел еще, это... Это же в лагере было. Это ж никакая змея здесь не ползает, да? Господи, это кактус, всего лишь кактус. Всего лишь кребаный кактус. Э! Эм. Не, вы это видите, да? Господи, ну что за дичь? Почему он исчез-то вдруг внезапно? Был, был и вдруг исчез. Так, соберись давай вот в голову, пожалуйста, ему заряди. Конечно же, он не помер. А теперь, может быть, помер, я не уверен, но возможно. Возможно. Нет, не помер. Наверное, прям по промежности попал. А ему насрать. Ему похеру. Куда я вот ему попал? Все, сдох, теперь точно сдох. Так, дядька, таблеточку, ну спасибо. Чтобы от вас голова не болела, да, у меня? О, там еще один стоит. Так, ну тут-то капец, как-то исчез-то, блин. Главное, чтобы исчез-то заново не появился вдруг внезапно. За спиной у меня. Не сделаны бабушки. Так. Тут есть рюкзак. Тут есть рюкзак. О-о-о. О, броня. Ёп, твою мать. Отвали. Отвали, гад. Отвали, гад, от меня. Вот увидели, да, что я говорил. Я, черт подери, как знал. Я как нахрен знал. Блин, как хорошо, что у нас с вами здоровье побольше уже. Не совсем мизер самый маленький. Господи, боже мой. Вот что это за сраная генерация этих уродов? Прямо перед носом. Ну как так-то? Заходишь, кто-то лежит. Отвернулся, повернулся, уже никого нет. Заходишь в какое-то здание, и у тебя за спиной опять эта срань появляется. Ну, что это за херня? На себе в твою мордень. Так, еще одна таблеточка, спасибо. Да, сейчас надо быть аккуратнее. Ну нахрен. Ну нахрен. Это жесть. Вот опять они по-разному резнули. Стоял там, теперь его там не стоит. Теперь он резнулся здесь. Ой, боже мой, ладно. Надо, давай, подходи, подходи. Я с вами справлюсь, у меня стрелы на вас хватит, не переживайте. Только с ним стрелять, конечно же, не буду. Вот прям как сейчас. Ну, нормально, давай. Блин, они жесткие, конечно, они типа реально жесткие, не толстые. В том плане, что они то ли хп много, то ли хрен его знают. Брони, наверное, много у них, вот что. Так. И мы эти, знаете, как спичками у них кидаемся, короче, и машина срать. Но, к сожалению, у нас пока ничего больше нету. Куда ты идешь-то, я здесь? У нас, конечно, есть вариант скрафтить арбалет, но, как я говорил, я уже арбалет скрафчу. Ну, там еще один голубчик появился. Ближе к ночи, седьмой. Чтобы у нас уже чистые болты тогда были. И мы с вами нормально... Вот сейчас, вот сейчас, вот сейчас, вот сейчас нечестно было. Сейчас было абсолютно нечестно. Сейчас прямо в голову стрелял, и стрела просто какого-то мимо пролетела. Здравствуйте. А вот какой-то грозный утарь, вот смотрите, у нас еще идет. Что тарешь? Ну-ка не ори. Все, молодец. Так, лежит смирно. В тебе что у нас есть? Понятно. Ничего такого. А у тебя? У тебя вообще ничего нет. Ладно, понятно. Так, смотрите, я сейчас подхожу к лагерю, да, и там появляются они заново. Это будет вообще просто зашибись. Я прямо обрадуюсь очень сильно. Так, пока никого нет, но... На всякий случай. На всякий случай. Я не знаю, поможет это или нет, но... Я уже не понимаю, помогает вернее это или нет, но... Я сделаю. Чисто, знаете, чтобы себя успокоить немножко. Угу, понятно, плита тут внезапно организовалась у них. Неплохо. Ну, так, сейчас вот здесь что-нибудь... Что-нибудь, возможно, интересное будет, а может быть и не будет. Может быть здесь какие-нибудь опять очередные патроны. Пару штук всего лишь. Ну, давай ящик не подвези. Ну, три снаряда для... Ракетницы, которой у нас нету. Я, кстати говоря, не помню, мы с вами изучали ракетницу или нет. Ну, не суть. Она как бы сейчас все равно не нужна. Ну, как не нужна? Просто ее у нас нету из-за птицей, даже, по-моему, ее нету вообще. Поэтому... В общем-то... Но все равно снаряды пригодятся, конечно, рано или поздно. Наверное. Возможно, пригодятся. Ладно, катим дальше туда, я думаю, в ту сторону, да? Сейчас, ну-ка, дайте-ка я слезу. Да, там по-любому выжженный биом был. Нам туда делать нечего. Поехали туда, в ту сторону тогда. Куда и замышляли. Там какой-то домик. Ну, около домика, я думаю, если он там один, интересно, останавливаться не будем. Конечно, поедем дальше смотреть. Что там есть. Но еще я бы не отказался от пары оленей, конечно. Так, ну, как я и говорил, там торгаш есть. Давайте до него доедем, чтобы... Так сказать, отметить его, да? Что вот он здесь есть. Так, там опять озера, озера. Вот там, кажется, пустыня дальше. Вот нам бы в пустыню все-таки доехать. Нам бы все-таки в пустыню с вами доехать, чтобы нарвать там просто алоэ. Чтобы посадить у себя, и он у нас там будет расти. Ну, и потом делать бинты и прочие штуки полезные из него. Так, тут зомбари ходят прям. Около тебя, да? Ну, мы к тебе сейчас в гости заедем, подожди. Так, зомбари, стойте, не идите к нам. Блин, вот у всех ворота как ворота, а у тебя какая-то дверь. Хрен заедешь. Так, раз, спасибо, закрываемся. Ну да, 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 можешь идти сюда. Иди, иди, давай, давай, давай. Ну давай, давай, а вот мне. Мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя. Что ты мне сделаешь, что ты мне сделаешь? Что ты мне сделаешь? Давай, ударь, ударь. Нет, на самом деле, такое впечатление, что если я подойду вплотную, он меня по-любому ударит. Ну, а так он может бить только эту хрень. Да вот я, давай, 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 давай. Ладно, хрен с ним, не будем дразнить его лучше. Так, зайдем к тебе. У нас, правда, по-моему, торговать-то нечем. Здорово. Так, а у нас есть рецепт, в принципе, который... О, слышите звуки, да, звенящие, он там бьет, пытается бить. Так, мы можем продать тебе рецепт, в принципе, да, за 103. Давай продадим, раз мы его изучали все равно. Ой, качнули заодно немножечко. Так, денежки, денежки. 119 фонарик. 6 всего лишь. 246 за 3 штуки, неплохо. 560... О, он дорогой. Ну, нам он сам пригодится, поэтому... Извиняй. Так, а что у тебя есть тут? Так, да ничего такого вроде бы, да? Ничего сверхъестественного, в принципе. Да, ну ладно, ладно. Да, да. Придем, конечно. Смотрите, как он ломится сюда, а. Ну, гляньте только на него, застранец. Все, все, уходи отсюда. Давайте посмотрим, что здесь есть. А мы здесь... Ой, блин, не сломаем же. Вот это обидно. Вот это обидно. Представляете, сейф, да, есть, который нельзя сломать. Эх, эх, эх. Печаль, беда. О, водичка, спасибо. Так, тут еще что-то есть у тебя. Понятно. Так, сейчас они будут раздражать нас сильно капец своими зубами. Я, по крайней мере, в наушниках сижу. О, очень раздражает. Ну, ладно. Потерпим. Сейчас здесь залутаемся. И, я думаю, в пустыню с вами двинем. Так. Так, 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 так. Здесь ничего нет интересного, наверное, да? Господи, боже мой. Что ж ты такой неугомонный-то, а? Иди сюда. Иди сюда. Вот я стою. Вот я стою. Не ломай. Чужое. Имущество. Ты. Урод. О. Все. Зашибись. Господи, тишина. Неужели тишина? Так, ладненько. У нас три часа дня. Еще время есть. Поэтому, я думаю, мы с вами успеем доехать. Докуда хотели. Топливо тоже вдоволь есть. Поэтому проблем быть никаких не должно с этим. Так, нам в ту сторону. Нужно в любом случае ехать. Дорожка есть какая-то? Правда, не знаю, заберемся сейчас, не заберемся. Давай, мопед. Нет, слабоват, слабоват слишком. Ну ладно. Тут недалеко, благо, объездим. Так, вот там. Там, блин, по-моему, и выжженный биом, да, есть? То есть, там через выжженный потом... Вот тут можно проехать. Вот там, по горам. Сейчас туда и направимся. Кстати, да, надо не забывать отмечать торгашейт на карте. А то они же так-то сами по себе не отмечаются. Ну, отметил. Ну, понятно. Это, короче, нихрена не пустыня. Это, по-моему, разрушенный просто биом этот. Где, кстати говоря, мины бывают. Поэтому нам, наверное, туда вообще соваться не стоит. Ну ладно, мы сейчас на гору заберемся. Там с горы посмотрим, что есть в округе. Но это жаль. Я, честно говоря, рассчитывал, что это будет... Нет, мы с вами знаем, где алоэ растет. Оно растет, где мы жили до этого. Нам можно, в принципе, туда прокатиться. Но это совершенно в другую сторону. Тогда надо ехать. Совершенно. Надо к дому возвращаться. Да, это, блин, не пустыня, это разрушенный биом этот. Тоже дурацкий. Один из дурацких. Кстати говоря, еще один торгаш. Но не, я туда не буду соваться. Там потому что... Помните, да? Мы с вами попадали не раз на такое, что бежишь, бежишь, едешь, едешь. Ну, внезапно что-то взрывается. Хорошо, что успевали проскочить. А то так, если задержишься на месте, то можно было бы схлопотать. Вот там пока непонятно. Издалека тоже не поймешь, то ли пустыня, то ли не пустыня. Но что-то я теперь уже сомневаюсь, что там тоже есть пустыня, поэтому... Так, сейчас давайте-ка вот туда заберемся. Повыше. Посмотрим. Оглядимся, так сказать, вокруг. Давай, мопедик, давай, родимый, выжимай. Выжимай из себя все, что только можешь выжить. Так, стопэ, стопэ. Так, ну вот тут город. Тут, собственно, одни горы. Ля-ля-ля, там снег, там снег. Там хрен пойми что. Ну, почему-то мне теперь кажется, что там тоже разрушенный биом. Да, по крайней мере, смотрится он точно так же, как и этот. Смотрится он. Торгаши просто смотрите на каждом шагу. Там торгаш. Там торгаш. Кажется, блин, 5 метров. У них, наверное, конкуренция, капец. Так, а здесь что у нас... Здесь у нас, похоже, подземелье. Да? Похоже на то. Можно спуститься, кстати говоря, посмотреть, что там есть. Давайте так и сделаем. Так, подходим мы к подземелью. Давайте-ка аккуратненько. Понятно, опять не с той стороны подошли. Ну, кто же знал. Ага, забетонированная. Так, а у нас кирки-то хватит дверь эту сломать? Может, она открыта? Конечно, хрен. Говнючая эта. Животная. Летачи-то будет тут кричать над башкой. Да сейчас так хрен попадешь в нее еще. Ладно, главное, чтобы она башки там сильно не наклевала. Ох, это будет... А, нет, нормально, слушайте, нормально. Так, что там есть? Опять там какие-то резцы, по-моему, внезапные происходили только что. Насколько я мог судить. Может, показалось, конечно, не знаю. Ну, сейчас посмотрим. Так, заходим. Ага. Вижу тетку. Ага, вижу еще одну тетку. Так, сейчас мы тебе... Опа, минус одна. Так, больше пока никого нет вроде бы, да? Только две. Странно, странно. О, там этот ящик с припасами. Так, лучше головой лишний раз не крутить, а то опять сейчас начнется какая-нибудь хрень. Так, ну понятно, она не померла нифига. Так, давай-давай, лежи-лежи-лежи-лежи. Минус рука. Ну, понятно, сейчас хрен попадем, да? Так, тетечка, ну давай-давай, иди к нам. Иди сюда. Вот он я. Ну, куда-то прячешься. Че-то немножко я в ту сторону пошла. Все, что и свалилось. Окей. О, кстати, грибы, спасибо. Грибы, спасибо. Так, че тут есть у нас? Ничего нету, понятно. Здесь че есть? Так, это я, Питамару. Орву от жары. От вернения, от жары, от жажды. Так, ну, грибов, конечно, соберем. Мне это интересно, как здесь растут грибы? Тут же, блин, камень. О, слушайте, как по заказу. Правда, всего лишь одно семечко, да? Ну, блин, хоть что-то. Начинаем с малого. Может быть, даже не придется тащиться в далекие-далекие... Так, я вот еще, знаете, что... Заберу, пожалуй, свечи ваши вот эти вот. Вам все равно здесь не пригодятся. А мне они будут нужнее на участке. Так, тут понятно, что нет. Ну что, вскрываем ящик тогда. Черный, военный. И смотрим, что там для нас положили интересного. Если, конечно, вообще что-то положили. Слушайте, мы что-то с вами это... Прямо запасаемся, да? Ракетными снарядами. Так, тут как будто кто-то ковырялся немножко. Ну ладно, это не наше дело, в общем-то. Мало что интересует больше. Еще, вернее. Так, ну что... Где я машину припарковал? Эээ... Уважаемый... Её, что ищу палку? Прикиньте, птица заразила. Вот засранка. Вот говно. И сваливает такая. Птица... Продолжение следует...